Всем привет вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим о Женьшене. Женьшень настоящий, панокс, дар богов, божественная трава, стасил, человек корень, каких только названий человечества не давало этому растению и почему столько славы какому-то то ли растению, то ли корню, которого то и в глаза никто не видывал, а тем более не пробовал. Может это вообще сказка и его на самом деле не существует. А если и есть он на планете Земля, правда ли он настолько полезный и что полезнее вершки или корешки. Надо разбираться, поехали. Оказывается на планете Земля Женьшень существует. Причем 12 видов, но обычно выделяют 7 видов Женьшеня. Настоящий, ложный, двоякоперистый, вьетнамский, японский, женьшень пятилистный и женьшень трехлистный. Два последних вида произрастают в Северной Америке. Японские на центральных и южных островах Японии в горных местностях. Остальные в Восточной Азии, в Индии, Вьетнаме, Таиланде, Китае, Корее, ну и конечно же в России. Женьшень это многолетнее травянистое реликтовое растение, произраставшее еще в Неогене и Палеогене. Свыше миллиона лет назад. Стебель одиночный, не ветвящийся, дудчатый. Количество листьев зависит от возраста растения. Цветки мелкие, зеленоватые, с тонким ароматом. Собраны в верхушечное соцветие простой зонтик. Цветки малозаметные, но ярко-красные плоды хорошо выделяются на фоне окружающей зелени. Костянки сочные, чуть сплюснутые с боков, имеют по две косточки. Размножается растение исключительно семенами, произрастающими через 20-22 месяца. Встречается в тайге одиночно или небольшими группами. Причем вокруг одного взрослого растения можно видеть несколько молодых. При повреждении верхушечной почки растение способно впадать в спячку, длящуюся иногда по нескольку десятков лет. Но кто же первый нашел это удивительное, ничем не примечательное с виду растение? А тем более корешки. Первое письменное упоминание о нем находится в древнейшем китайском сочинении о лекарственных средствах Шэнь Нун Бэн Цао, относящийся к первому веку до нашей эры. Хотя в восточной народной медицине он применяется не менее пяти тысячелетий. И не было в истории медицины более легендарного растения. Ему приписывали свойства не только исцелять все болезни, но и вселять жизнь в умирающего человека. В народе его назвали корнем жизни, чудом мира, ударом бессмертия и другими столь же громкими именами. Растение с такими исключительными свойствами не могло возникнуть обычным путем. И поэтому о происхождении женьшеня сложено множество легенд. В одной из них утверждается, что растение рождается от молнии. Если молния ударит в прозрачную воду горного источника, то источник уходит под землю, а на его месте вырастает растение, вобравшее в себя силу небесного огня. Отсюда еще одно название — корень молния. В Европу женьшень время от времени попадал очень давно. В 9 веке его вывезли из Азии арабы. В конце 13 века — венецианский путешественник Марко Поло. Но настоящую известность и распространение в Европе корень жизни получил после того, как им заинтересовались голландские купцы в 1610 году завезли, как бы мы сейчас сказали, товарную партию. Там его распространяли под латинским именем Гинзен или Панакс. Кстати, родовое название Панакс произошло от имени дочери древнегреческого бога врачевания Асклепия и в популярном переводе означает «лекарство от всех болезней». Но европейцы к тому времени уже научились скептически относиться ко всякого рода всеисцеляющим средствам, которые трудами алхимиков довольно часто появлялись на рынке. К тому же не были точно известны способы использования корня, и почти в течение столетия корни были объектом злых насмешек. Но на Востоке его популярность продолжала расти. Там он считался самой большой ценностью. Китайские императоры присылали его в подарок французскому королю Людовику XIV. В 1725 году римский папа получил богатую посылку с корнями. С этого времени и начинает расти слава Жиншеня в Европе. Первое письменное сообщение о Жиншене сделал Алвару Семеду в 1642 году. В России о Жиншене впервые узнали в 1675 из сочинения русского посла в Китае боярина Спафария. В нем Спафарий пишет «Корейней же и трав у них великое множество, а дороже всех и похвальнее есть Чинзен и именуют его так, что всякому человеку он предстоит». И тот корень варят и дают тем, которые слабы от долгой немочи и великую помощь подают. Тогда же корень был доставлен в Россию. Здесь весьма уважительно отнеслись к этому сообщению и уже при царе Алексею Михайловичу он был высоко оценен. Во всяком случае, когда в 1689 году русский медик Лаврентий Блюменталь получил запрос из Берлина, он обстоятельно сообщил о способах изготовления и применения корня Жиншеня. Но ввиду ограниченности запасов он был известен очень немногим. Когда в начале 20 века китайский Багдэхан прислал в дар русскому царю отборные корни, при дворе не стали употреблять их и передали в Ботанический музей Академии наук, что в Петербурге, где их можно видеть и сейчас. Жиншень настоящий встречался только в Азии. Близкий ему вид жиншень пятилистный произрастал в лесах Северной Америки. В 1718 году французский миссионер Ля Фито, живший среди племен ирокезов в Канаде, сообщил, что индейцы собирают растения, похожие на жиншень, и называют его «нога человека», причем используют своеобразные способы консервирования и применяют как универсальное лекарственное средство. Впоследствии этот вид жиншеня был обнаружен и в других районах Северной Америки. Началась новая волна жиншеневой лихорадки. Толпы искателей счастья и богатства устремились в нетронутые леса Нового Света. В первые годы более чем по 200 тонн этого растения ежегодно собирали в лесах Америки. Неумеренный сбор вскоре привел к истощению запасов и к концу 19 века из Америки вывозилось не более 50 килограммов корней ежегодно. Так в чем же причина столь необычайной славы растения и насколько она обоснована? Китайские врачи назначали его при разных болезнях, а старым людям в качестве эликсира для продления жизни. Исцеляющее действие сказочного растения скажется немедленно и в тех случаях, когда на 100 его корней отведает человек уже впавший в предсмертное забытье, говорится в одной из древних фармакопей. И все-таки меня больше интересовал ответ на вопрос, как же оценивает жиншень современная медицина. И вот что мне ученые рассказали. В жиншене содержатся гинзоназиды, это сапонины жиншеня. Ну конечно и сразу все стало ясно. На самом деле гинзоназиды это отдельная группа растительных элементов, которые содержатся в жиншене. При этом в каждой разновидности растения можно отметить свою группу сложных соединений, обладающих направленным действием. Эти элементы характеризуются тем, что они стимулируют гемоглобин на соединение с кислородом. Процесс улучшает снабжение клеток организма кислородом. В результате повышается физическая активность и выносливость. Активные ингредиенты растения обладают стимулирующим, противомикробным и восстанавливающим эффектом. Кроме того, найденные эфирные и жирные масла, витамины, микроэлементы, полисахариды и другие вещества. Предположительное действие оказывает весь комплект веществ, содержащихся в корне. Список заболеваний, которые лечат экстрактом жиншеня, очень широк. И с каждым годом в нем появляются новые возможности растения. Его относят к средствам не специфического действия, то есть к средствам, оказывающим влияние на весь организм. Применяют настойку, порошок, пилюли, настой при истощении, усталости, пониженной работоспособности, быстрой утомляемости, анемии, общем ослаблении организма, наступающим при различных хронических заболеваниях, например, диабете и тиберкулезе. Употребляют его и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Он способен повышать артериальное давление, поэтому не всем-таки жиншень будет полезен, если вы не поседа или на худой конец гипертоник, вам жиншень возможно окажет медвежью услугу, и поэтому будьте предельно аккуратны. И как всегда на планете Земля, у человечества все происходит из крайности в крайность. За пару сотен лет жиншень был практически истреблен, причем не под корень, как принято говорить, а вместе с ним. Современная наука лишь подтвердила эффективность и объяснила некоторые механизмы воздействия на человеческий организм. Предпринято немало попыток искусственного синтеза аналогов жиншеня и были неоднократные заявления об успешном завершении исследований. Формально это так, но если бы синтезированный препарат действительно был способен заменить природный феномен, то сотни корневщиков, как называют в приморье тех, кто с июля по сентябрь бродит в тайге в поисках удачи, оставили бы дикий жиншень в покое. Однако этого не произошло, и даже искусственно выращенный жиншень, который японцы называют корейской морковкой, в Корее огородной селекцией жиншеня занимаются с 10 века и достигли больших успехов. Не идет сравнения с природным. Традиционная культура стран Дальнего Востока невозможна без этого таежного реликта. Необыкновенная слава растения породила настоящую жиншеневую лихорадку и стала причиной многих трагедий и преступлений. Леса Китая, в которых тысячелетиями велся сбор жиншеня были истощены. Поэтому с середины 19 века самым продуктивным местом добычи стал Уссурийский край. Ежегодно около 30 тысяч китайцев отправлялись в тайгу. В начале 20 века после организации горнорудной компании Бринера в Тетюхе, нынешний Дальногорск, китайцы вербовались в нее под видом рабочих, а после доставки в край разбегались по тайге, занимаясь всеми видами браконьерства, в том числе промыслом жиншеня. По обычаю, корневщики отправлялись на поиски панцуя, так назывался жиншень, без оружия и в случае фарта возвращались с конвертом из кедровой коры, в которых для сохранности укладывали найденные корни и нередко становились легкой добычей лихих людей, промышляющих разбоем. В общем, крови было много и в первую очередь людям нужно было лечить голову, но жиншень, как мы выяснили, больше по иммунитету. Да и все добываемые корни предназначены стать товаром, и почти каждый корневщик стремился сбыть его на черном рынке. Да и самая выгодная конъюнктура связана с реализацией этого товара тем, кто осуществляет нелегальный вывоз за границу. И, к сожалению, масштабы вывоза по сей день очень значительны, и может получиться так, что в дикой природе жиншеня может не остаться вовсе. А чтобы минимизировать браконьеров, необходимо принимать различные меры. Но это уже другая история и других органов. А наша задача, я считаю, выполнена. И наши зрители узнали, что такое жиншень и с чем его едят, и какие органы им нужно лечить. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова